Ох, как много смс-сообщений по поводу Золотова. Ну, конечно. Ну, послушайте, люди просто должны по-настоящему испугаться. Боже мой. Слушайте, я никогда не видел столько сообщений, я серьезно. Да. Но это явно написанный заранее текст, правда? Это не важно. Не-не-не, это просто, это уже, конечно, технология. Он не написанный. Нет, он там говорит, там очень много таких вот разговоров. А так, что местами написано? Да. Ну, как-то вот кусками, да. У него же был до последнего времени пресс-карм Хьюнштейн, который в московском комсомольце работал. Да, ведь он ушел буквально металленно. Он вот опять избирался, я всегда путаю, Саратов или Самара. Сейчас посмотрим. Вообще он в Самаре обычно. Самара. Обычно. Ну, значит, вот он там. Он там избирался, только вот я не помню, куда, честно сказать. Или, может, там были довыборы в Государственную Думу. Ведь были у нас довыборы в Государственную Думу. Да, по-моему, в Думу вернулся. Да, ну, значит, он вернулся. Он был с пресс-карм Хьюнштейн Роскварти. Он был помощником или советником, назывался Золотова. Конечно. Увеличение количества работающих позволит повышать пенсии более высокими темпами. Подробности пенсионного законопроекта вы сможете найти на сайте Пенсионного фонда России. Куда обратиться за лечением в самых сложных случаях? Квалифицированная семейная стоматология... Да, на выборы в Госдуму. Угу. ...открывает свои двери для пациентов всех возрастов. Гиена, отбеливание зубов, лечение под микроскопом, детская стоматология... ...на дополнительных выборах в Госдуму по одномодатному избирательному округу. Лидирует советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии. Здравствуйте, у микрофона Максим Курников и вместе со мной в студии Евгений Альбас, главный редактор журнала The New Times. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Я спрошу у вас про видеообращение Виктора Золотова. На ваш взгляд, это пиар или джиар? То есть это для нас с вами или куда-то наверх? Ну, во-первых, куда же выше-то? Виктор Золотов – это человек за спиной, это один из ближайших людей Путину. Они с генерал армии, между прочим. Хотя, конечно, в этом ролике он скорее выглядит, как такой из травбата, недавно вышедший дембель такой. Поэтому это человек из ближайшего окружения Путина, который с ним был в Санкт-Петербурге, был личником Анатолия Собчака, был личником потом Путина. Так что, но это очень хороший, на самом деле, Максим, вопрос, потому что я думаю, что это прозвучавшая угроза, это абсолютная угроза и очень серьезная угроза. Она угроза всем тем, кто не является сторонником режима Путина. Это угроза всем тем, кто позволяет себе критиковать власть. Это угроза всем тем, кто позволяет себе считать, что Владимир Путин не царь и что 18 лет нахождения у власти – это слишком много и ни к чему хорошему не приводит. Причем, судя по реакции Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, который с большим энтузиазмом воспринял эту речь. Я просто сегодня беседовал как раз на этой конференц-связи и могу вам сказать, что Дмитрий Песков не очень охотно комментировал эту тему. Такое ощущение, что он не очень хотел, но ему несколько раз задали этот вопрос, и он сказал, что он не рассматривает это обращение как угрозу какую-то физическую для Алексея Навального. Но и в то же время, конечно, сказал, что с клеветниками надо бороться. Он сказал, да, что с бессовестной клеветой нужно бороться, но вы знаете, вот нас президент Владимир Путин все время отправляет в суд. Он все время говорит, обращайтесь в суд. Не нравится – обращайтесь в суд. Не согласны – обращайтесь в суд. Поразительное дело, что никто из тех, или практически редко кто из тех, кто… Ну, то есть несколько человек обращали в суд, но тот же, например, Золотов почему-то не обратился в суд. А ведь он мог подать иск в суд, и этот вопрос рассматривался в суде. Более того, в своем этом замечательном обращении Золотов даже сказал, что да, у них там есть коррупция. Но это не помешало ему буквально по фене обращаться, разговаривать, говорить, обращаться к Алексею Навальному и ко всем остальным. Я думаю, что тут не надо веселиться и радоваться и тем людям в гражданском, из окружения Путина, и чиновникам гражданским, которым кажется, что ну вот сейчас Золотов за всех, за нас надавал этому Навальным по мандрасам. Они должны понимать, что когда человек, под которым находятся войска Росгвардии, несколько сот тысяч человек в погонах и с оружием в руках, который себе позволяет такое на всю страну, это значит, что у него совершенно все стремена отпущены. Это значит, что он полагает, что он может вот так вот брать и угрожать. И это угроза, Максим, не только Навальному и не только оппозиции. Это вот чиновники в гражданском должны хорошо понимать, что это угроза им, что человек в погонах берет на себя право использовать физическую силу против своих оппонентов. И рано или поздно эта физическая сила будет использована против тех так называемых либералов в правительстве, которые не нравятся тем или другим силовикам. И вот это реальная опасность. И по опыту Латинской Америки мы знаем, как это происходит. И мы знаем, как эти ребята в погонах, которые вчера еще стояли у ворот на вытяжку, и которые вдруг вознеслись одномоментно и почувствовали себя князьями, как они начинают брать власть, и как они начинают располагаться со всеми, кого видят для себя оппозиции. Вот как раз хочется понять, он согласовывал это с кем-то? Ну, понятно, что там наверху, выше него мало кто есть, с кем это может согласовывать. Показывал ли он? Значит, тут вопрос очень простой. Он показывал-то Путину или не показывал я Путину? По реакции Пескова, думаю, что показывал. И думаю, что Путин так, ну, вот сейчас там, сейчас Витя, сейчас за всех, значит, вот этому, значит, Навальному, который Путин даже не называет по фамилии, вот он сейчас за всех ответит. Думаю, что показывал, думаю, что согласовал это с Путином. Иначе бы не послушать. Это человек за спиной. Он, если это вообще-то чисто личная инициатива, то Путин его просто должен уволить. Я не говорю о том, еще и о другом. Послушайте, это же в чистом виде статья 119, часть 2 Уголовного кодекса. Это угроза убийством по политическим мотивам. Это и есть часть 2. Угроза. Это абсолютно можно так трактовать. Я говорила с некоторыми юристами, и я полагаю, что безусловно надо подавать иск в суд. И когда это говорит человек, облеченный властью, это ведь не только... Мы же знаем, что произошло с Борисом Немцовым. И мы знаем, об этом написал адвокат Жанна Немцовой, который представляет интересы семьи Бориса Немцова и представлял в суде по делу об убийстве Бориса Немцова. Мы же знаем, что те, кто убивал Бориса, в этот момент имели в карманах корочки внутренних войск, которыми тогда командовал генерал Виктор Золотов. Они подчинялись ему? Они были напрямую подчинялись ему. Напрямую подчинялись ему. И батальон «Север», который квартируется в Чечне. И эти люди пришли и убивали Немцова. Об этом и пишет Прохоров, что Золотов является главной крышей Кадырова в Москве. И он впрямую говорит о том, что недавно награжденный Орденом Мужества следователь по делу Немцова выдавал представление о допросе и Золотова, и других руководителей полка «Север». Ну, кстати, Кадыров уже высказался в поддержку Золотова. Да, ну а как он мог? Он же его, Золотов, непосредственно его начальник. Формальный или неформальный, но, безусловно, начальник. Вы обратили внимание на то, что Золотов называл Навального по фамилии, что не принято высшим руководством. На ваш взгляд, почему? По-пацански, потому что, ну, как он его может называть? Он же ему говорит, парень, нам надо вот выйти и будем махаться. Вот же, что он говорит. Это же не дуэль, знаете, на шпагах или, значит, на пистолетах, которая была известна нам по жизни дворян XIX века. Это же помахаться на татаме, там, на ринге, он говорит. Это же подворотни, это же абсолютно язык подворотни, который использует Золотов. И предлагает он именно такой вариант. Но по-пацански как? Он должен к нему как-то обратиться. А иначе что? Он, генерал армии Золотов, предлагает махаться с кем? С несуществующим человеком? Ну, это как-то совсем нехорошо. Ну, вообще, генерал с арестованным, это уже как-то выглядит. И это, это само по себе, то, что все это Золотов произносит в тот момент, когда Навальный находится под арестом. То есть, человек, заранее лишенный свободы, он к нему обращается с такими угрозами. Просто за пределами добра и зла. Мы ненадолго прервемся и продолжим эту тему. Мы продолжаем слушать особое мнение Евгения Альбац. И Золотов сравнил в этот раз Навального с Порошенко. На ваш взгляд, почему все время эти фамилии Саакашвили, Порошенко, они сами верят в некоторую схожесть? Или они, скорее, пытаются здесь сработать на те идеологические, пропагандистские образы, которые они сработали? Ну, конечно же, Золотов обращается и к сотрудникам Росгвардии, и вообще к людям в погонах. И этим тоже опасно это обращение, потому что для десятков тысяч людей в погонах они будут говорить, ну как, батя ведь назвал? Батя же сказал, что надо помахаться. Надо же как-то бате помочь. Понимаете, это такая отмашка. Ловите, бейте, вам ничего за это не будет. И в этом смысле это еще раз. Вот я слушала на «Эхо Москвы» здесь хихоньки и хахоньки на эту тему и просто поражалась. Когда об этом говорит представитель общественной наблюдательной комиссии Меркачева, просто становится как-то не по себе. Люди в погонах, они это восприняют как разрешение. А что, Золотов такой авторитет среди этих? Послушайте, он генерал армии, Максим. Он генерал армии. Он их батя. Он не случайно сидит на этой записи в фуражке, и в майке Десантуры. Что-то латиноамериканское, на самом деле, в его образе. Ну, это другой вопрос. Это уже вопрос к его имиджмейкерам. Но мы же с вами, мы хорошо с вами знаем, что близкое самое окружение Золотова, это в основном чеченцы. Понимаете, поэтому еще раз, Бориса Немцова, очевидно, совершенно команду убить. Вот так же кто-то в Москве моргнул, и приехали из полка «Север» и убили на Большом Москворецком мосту. Отследили и убили. Поэтому вот такие заявления, такие обращения, которые так понравились Дмитру Сергеевичу Пескову, они являются отмашкой для капитанов, майоров, сержантов. Они получили разрешение на отстрел. И то, что мы смертники, что российская оппозиция сейчас перешла в разряд смертников, ко мне тут нет вопроса. Но я хочу еще раз сказать, это не только наши угрозы, это не только наши проблемы российской оппозиции, это проблемы министров, заместителей министров, все это российские чиновные бюрократии. Они должны понимать, что это угроза и им. Что делать Навальному? Как отвечать? И отвечать ли? Я считаю, что, безусловно, надо подавать в суд. Еще чудесная цимис эта история состоит в том, что ведь в ту секунду, как Алексей Навальный примет вот такой вызов Золотова помахаться в подворотне на татаме или на ринге, когда он ударит генерала армии, он получит сразу срок. Это покушение на жизнь представителя государственной власти. И я не верю, что никто генералу армии не рассказал, что это вообще не по-пацански так себя вести. Он же отлично знает, он ездит с охраной, его охраняют люди в тех же самых тельняшках. Навальный не имеет никакой охраны. То есть просто проигнорировать этот личный вызов? Нет, я считаю, что надо подавать... Подавать в суд – это не ответить Золотову. Золотову нужно отвечать? Я считаю, что... Нет, ну как, ну нельзя становиться на тот же уровень. Это же, ну как, это разговор урки. Вы предлагаете, чтобы Навальный встал и начал разговаривать... Я не предлагаю, я спрашиваю. По-пацански, на таком же уркаганском языке, знаете, как Иван Давыдов, замечательная у нас колонка его опубликована на сайте, и он очень точно написал, что это урки, которые почувствовали себя аристократией, властью. Он так и назвал эту колонку, что Виктор Золотов – это представляет идеологию путинизма. Конечно, надо подавать в суд. Конечно, нельзя опускаться на этот уровень. Никогда. Конечно, надо подавать в суд. Я считаю, что безусловно надо подавать в суд. Хотя из этого же заявления Золотова понятно, что он-то не считает суд местом, где можно добиться справедливости. Он ведь говорит, особенно в конце своего замечательного заявления, он же говорит о том, если вы начнете съезжать с этой сатисфакцией. Ребята, этот текст надо просто смотреть, читать. Съезжать с этой сатисфакцией. Съезжать с этой сатисфакцией. Смешение стилей. Да, да, да. Он же говорит, значит, если вы позволите оскорбительный или клинический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть через вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. Он не говорит, я обращусь в суд. Он не обращается в суд, как сделал Усманов или сделал Прохоров. И понятно, почему. Потому что Усманов и Прохоров, бизнесмены Усманов и Прохоров, это частные люди. Они не обладают властью, государственной власти. За ними не стоит институт в две сотни тысяч штыков. Но представитель государственной власти, глава силового ведомства, глава правоохранительного ведомства, даже не задумывается в этом тексте о том, чтобы обратиться в суд. Ничего подобного. Только физическая сила, только силовой вариант расправы со своими оппонентами. И вот это надо рассматривать абсолютно серьезно, как угроза Кремля и этой власти по отношению ко всем, кто с этой властью и с Кремлем не согласен. То, что это хронологически произошло через пару дней после 9 сентября, это совпадение? Или это как раз очень связанные вещи? Я где-то об этом читал, кто-то об этом написал. И, наверное, в этом есть здравая мысль, что когда весь интернет обошли кадры, как эти здравые бойцы Росгвардии тащат, заламывают руку школьникам и тащат девчонок в автозаки, это такая стыдная вообще, такие стыдные кадры. И, конечно, это вызвало такую некоторую брезгливость, но когда здоровые мужики бьют подростков, ну, как-то это совсем нехорошо. Может быть, это как-то связано, не знаю. Меня, еще раз, меня поразило, неужели Золотов не знает или ему никто не сказал, что Навальный находится в это время в изоляторе временного содержания? Просто, ну, лежачих не бьют. Вот это-то совсем не по-пацански. — Возвращаясь к протестам, на ваш взгляд, вот вы в какой партии, да, в той, которая говорит, что зачем вообще подавать какие-то согласования, надо выходить, или в той партии, которая говорит, ну, зачем выгонять людей изначально на несогласованное, на мероприятие под дубинки, под реальные сроки? — Я не отношусь ни к какой партии, Максим, вы, наверное, не знаете. Я никогда не состояла ни в какой партии, ни при советской власти, ни при российской власти. — Вы же понимаете, что я условно называю эту партию. — Тем не менее, я журналист, поэтому я не могу состоять ни в какой партии. Прежде всего, я считаю, что людей никто никуда не выгоняет. Люди делают свой сознательный выбор. Что это за такое отношение к людям, как к малым детям? Они с горшка давно слезли. Они вообще-то взрослые люди, которые должны понимать свои риски, свои издержки. Они понимают свои риски, свои издержки. И кто-то делает выбор и выходит, потому что это наше право, которое записано в нашей Конституции, в ее 31 статье Конституции, которая позволяет нам мирно, без оружия, собираться на митинги, шествия и демонстрации. Это во-первых. Поэтому, как раз, я вам честно скажу, меня несколько... Я в данном случае никого нельзя осуждать или не осуждать, потому что люди действительно реально рискуют сесть на какое-то количество суток, получить штрафы, они и 200, и 300 тысяч. Вот координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге, по-моему, получил 300 тысяч штрафов. Больше тысячи человек оказались задержаны. Я не считаю правильным относиться к людям как к стаду. Я полагаю, что у всех есть свобода воли и свобода выбора. Меня немножко задело, что в тот момент, когда Алексей Навальный и его коллеги, и многие координаторы штабов Навальных по стране сидят в изоляторах временного содержания под административным арестом, другие известные имена в оппозиционном движении, в том числе в Москве, не вышли на площадь, потому что там все равно на этой площади их избиратели. Вот писать письма, ну, я понимаю, писать письма и, так сказать, вывешивать на эхо Москвы, это плохо работающая история. Есть простое правило, политик должен быть там, где находится его избиратель. И если 10 человек вышло на площадь, политик должен быть там. А мы не увидели целый ряд лиц, и, к сожалению, вот это как-то подводит итог под этой дискуссией, кто является лидером оппозиции, кто не является лидером оппозиции, если, ребята, вы боитесь больше, чем боятся ваши потенциальные избиратели, то тогда политика, возможно, это не совсем ваше дело. Политика в авторитарной стране, это не совсем ваше дело. На ваш взгляд, митинги, которые как раз прошли и 9-го, и накануне там левые собирали, на ваш взгляд, они были многочисленны или малочисленны? Как вы их оцениваете? Или здесь численность не тот критерий, по которому стоит определять их важность? У нас есть данные опросов, которые показывают, что абсолютное большинство в Российской Федерации против пенсионной реформы. Была показательная история в день всероссийского голосования 9-го сентября, когда мы увидели, как люди стали голосовать за, отдавать свои глаза за КПРФ и ЛДПР. И мы же понимаем, что те, кто прежде всего пришел голосовать, это электораты Путина, Единая Россия, это люди, это бюджетники, которые абсолютно зависимы от власти. И это именно они набросали черных шаров Единой России. И это именно они привели к тому, что в целом ряде городов, не только на востоке, но и на западе, и в центре страны, будет второй тур, или победили, совершенно неожиданно победили кандидату. Потому что человек оценивает свое будущее с дисконтом. Понимаете, человек думает, что завтра ему будет хуже. И поэтому, когда он думает, что завтра ему будет хуже, это есть такая известная вещь в национальной теории, когда он думает, что ему будет хуже, он начинает риски очень серьезно свое рассматривать. И он не хочет ухудшать то, что и так будет плохо. Люди не должны быть героями. Мы то, что происходило на выборах, продолжим через несколько секунд. Такой вопрос пришел по СМС от Владимира. Это Собчак был плохим учителем или они были плохими учениками? до 13 декабря продлены домашний арест в Семенском делом Собчак не было им учителем. Они же попутчики такие. При советской власти и тот, и другой были замечательными членами партии, кричали «Ура!» и вполне принимали правила игры. Пришла российская власть и наступила эра демократии. они замечательно встроились в эту систему и выжили из нее все, что могли и совершенно не стеснялись работать с бандитами. Так что... Но они работали у Собчака? Я думаю, что вопрос об этом... Они работали с Цеплом прежде всего? Вы послышали бы, что Крыжаков охранник Ельцина говорит о Золотове. Ужас! Ужас! Это он же отправлял когда-то Крыжаков, когда-то отправлял Золотова охране Собчака. Собчак попросил уедиться на охрану, а Крыжаков... Он мне это рассказывал. А Крыжаков говорит, у меня людей совершенно нету. Ну, думаю, ну, вот стоит этот на воротах. Ну, с дундук дундуком, кстати. Ну, отправлю его. Я отправила его туда. А он как-то пришелся, понравился Нарусовый, говорит Крыжаков. И она сказала, что пусть он здесь остается. А так раньше там сколько там неделю или две они работали с Собчаком и менялись. Возвращались в Москву и прослали другим. Ну, вот Золотов очень как-то пришелся. Ну, известно же, он же Ксюшу Собчак значит разыскивал, когда Ксюша убегала из дома. Вот, видимо, был такой очень преданный человек, преданный охранник, как и должно быть. А здесь он решил, что он почти руководитель государства. Вы сказали, что это месседж, в том числе и тем условно-либеральным министрам и так далее. Они это осознают? Я надеюсь. Я много им говорила, что это они должны при всем пугаться. Мы-то что там, ну, хорошо, но завтра дадут по голове или в конце концов каждый из нас к этому готов. Как преумножить, когда все теряют альтернативные источники заработка? Об этом в среду 12 сентября в 12.08 в прямом эфире Эхо в студии финансовый эксперт компании Голдман Капитал Алексей Широков. Не пропустите в среду в 12.08 в 4.1 А что это такое? Раздувает тебе капюшон собственной значимости. Я вот говорю вряд ли это он написал. Я говорю там какая-то часть как будто написана кем-то. Он говорит ну как это же не написанный текст. Либо это написано человеком который плохо владеет русским языком. Капюшон значимости это что-то новенькое. А вот кто вы вообще я хочу понять вашу составляющую. Это абсолютно нестящий текст. Изделия из американской пробирки. Вы все клоны. Это документы под. Абсолютно. надо ему сказать за это спасибо. Где-то прослушку какую-то они отследили видимо что-то. Хотя так вы мотаетесь все по Прибалтике. Навальный не был в Прибалтике. Я была в Прибалтике. По-моему он как раз отдыхать недавно ездил. В Прибалтике? Да что-то такое в инстаграме было. В Ригу что ли. Но я думаю что это намек на открытую Россию здесь. Они где-то в Таллине или где-то собирались. Нет. Не открытая Россия. А в Вильнюсе какой-то представляют программу особое мнение. Продолжаем говорить Евгений Альбац. И я пообещал что мы поговорим о выборах. Действительно по стране прошло несколько вторых туров. Точнее намечается несколько вторых туров. На ваш взгляд это какое-то знаковое событие? Что-то изменилось? Стало больше демократии в региональных выборах? Нет. Я думаю что это говорит о том что это чисто протестное голосование. еще раз в том что власть называет выборами приходят люди которые не могут не прийти прежде всего. Поэтому основная часть явки ее составляют бюджетники которые абсолютно зависимы от власти. Это люди которые работают в государственных организациях в школах в больницах и так далее. Которых просто мы же знаем они должны спотографировать свой бюллетень отправить начальнику доказать что они пришли и так далее. Но когда они входят непосредственно в значит в эту кабинку для голосования вероятно какая-то часть из них мы это видим. Она вдруг они проголосовали за совершенно никому неизвестных кандидатов. Насколько я понимаю мало известных и в той же Хакасии и в том же Приморье я посмотрел как раз сегодня его ролик это чистый протест это абсолютно нерациональное протестное голосование такое какое было в начале 90-х годов когда голосовали за Жириновского не потому что им так нравился политический клоун а потому что это была форма протеста вот когда у человека а часто у людей же вообще нету возможности заявить о своем протесте нету ни СМИ они же включают телевизор и видят что там идет все время эта бубнежка Путин 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 и люди по-настоящему напуганы этой пенсионной повышением пенсионного возраста они понимают что у них забирают последнее что им ищачить до смерти что работы нету ну и так далее это протестное голосование вот это безусловно мы видим правильно ли я понимаю что это тот вид протестного голосования который власти действующей практически не угрожает потому что те кто принимают на себя это протестное голосование точнее выигрывают даже в этом протестном голосовании они очень лояльны режиму это пока дело в том что количество имеет обыкновение переходить в качество и вот вот это напряжение которое растет а и и рост цен и значит вы посмотрите что творится с рублем это же очень сильно отражается соответственно на ценах на зарплатах и так далее да не только в Москве и то что жизнь не становится лучше а все таки привыкли за десятые годы вот этого нефтяного изобилия что жизнь немножко все время становится лучше а она перестала становиться лучше и более того она становится хуже абсолютная правда что в россияне никогда так хорошо не жили как в 2000 год это абсолютная правда но просто сейчас стали жить хуже и вот этот страх третий год подряд у людей снижаются доходы и вот этот страх что будет хуже и непонятно как вообще выжить когда уже не сможешь работать он начинает проявляться это постепенно накапливается но вы как раз сказали в первой части программы о том что когда становятся хуже люди становятся более аккуратными меньше выходят на улицу и так далее они просматривают они прощают я сказала о том что в институциональной теории есть такая аксиома называется о том что люди рассматривают будущее с дисконтом мы привыкли думать что все люди думают а завтра будет лучше ничего подобного теория говорит что люди все время ожидают что завтра будет какая-то фигня все опросы показывают что в стране растет напряжение и по поводу большой политики люди как-то вот они не то чтобы они смотрят а их не очень интересует там Трамп не Трамп Тереза Мэй не Тереза Мэй но есть ощущение что вот а вдруг не дай бог будет война ну вроде бы наоборот как раз консолидация вокруг этой внешней политики произошла Крым все опросы нет это уже этот эффект крымский эффект спал он уже практически рассосался есть все опросы показывают что в людях растет у людей растет чувство тревоги они боятся войны они боятся что-то произойдет они все время ждут что-то случится что-то случится так что когда-то рано или поздно такие вещи количество переходит в качество а как вам кажется вот если мы заговорили в том числе о внешней политике понравится ли людям этот статус скажем так младшего партнера Китая который сейчас кажется находит Россия да эти учения совместные с Китаем это опять вот я понимаю Макс вы из Омска с той части из Востока почти из Оренбурга из Оренбурга с той части но вы знаете вот я специально поехала в Иркутск этим летом ровно потому посмотреть что же там действительно происходит с китайцами мне сказали вот там китайская экспансия надо ехать я поехала и должна сказать я очень много всего над тем прочитала в интернете и бесконечно эти значит статьи китайцы вырубают лес китайцы захватывают значит наши рабочие места и так далее вот в городе Иркутске я убедилась в том что это в большой части миф что ситуация на самом деле значительно хуже китайцы уходят из России потому что они нанимают людей из Киргизии чтобы они держали их лавки и держали эти значит торговые ряды как например в Иркутске но сами ходят потому что для них очень маленькая зарплата маленькие деньги которые они могут получить в России уровень жизни в Китае резко вырос это первая проблема вторая проблема я разговаривала с китайским бизнесменом в Иркутске и он мне объяснил что на самом деле никаким нормальным бизнесом они заниматься в России не могут потому что все очень сложно потому что дикая коррупция потому что большие взятки и потому что никаких условий никаких гарантий сохранности собственности мы даже китайцы удивляем да 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 мы удивляем прежде всего тем что у нас закон не защищает частную собственность в Китае он защищает а здесь нет и поэтому никакое производство нельзя заводить это первая проблема вторая проблема потому что можно найти белый работник менеджеров белых воротничков но совершенно невозможно нанять рабочих это прежде всего алкоголизм поэтому они занимаются бизнесом по оформлению по значит товаров по разгрузке и так далее вот таким промежуточным последническим бизнесом но заводить бизнесы в России и совершенно не хотят они делают в России вот то что я насколько я поняла по разговорам там и потом я просто много с разными людьми на эту тему говорила то же самое что китайцы делают в Африке где китайцы берут в концессию полезные ископаемые высасывают из этих месторождений все что они могут нанимают за копейки местную рабочую силу не вкладываются ни в развитие ни в дороги ни в не в инфраструктуру кроме той которая нужна для этого месторождения ни в социалку ни во что они просто вот высасывают все что могут из этого месторождения и потом перебираются на новые вот ровно то же самое они делают и в России и лес только у нас на востоке значит это прежде всего лес пока особенно в нефть и газ мы их не пускаем но скоро они-то конечно будут это делать и с нефтью и с газом еще одна тема о которой очень хочу успеть поговорить еще одна вещь вот мы сказали по поводу конечно этих учений значит восток 2018 самое главное понимаете вот я тоже всегда как-то думала что Китай для нас представляет прежде всего военную угрозу что у них есть потребность в пространстве армия в два раза больше нашей а ведь на самом деле вот это я очень хорошо поняла в Иркутске им не нужна никакая армия для того чтобы для того чтобы получить все то что они хотят получить на востоке России это они будут использовать то что называется soft power мягкую силу они будут они будут заселяться там где им будет выгодно заселяться но никакой соглашения о торговле вот как раз войны с Россией им в этом смысле совершенно не нужно потому что Россия отдаст им все либо за ну за взятки конечно же это легко вот Россию не надо поэтому им ничего особенно не надо делать полторы минуты осталось очень хочу чтобы мы успели с вами поговорить о годовщине 11 сентября тогда в 2001 году казалось что вот мир изменился страны изменились лидеры страны изменились а сегодня можно сказать что Трамп учитывает уроки 11 сентября ну я про Трамп не знаю учитывая это он и нет но то что мир изменился безусловно свобода стала меньше предубеждений ксенофобии больше следствием 11 сентября стала до сих пор продолжающаяся война в Афганистане война в Ираке взорвавшийся Ближний Восток совершенно непонятно как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке но появление Айсис появление появление экстремистских исламских организаций на смену Аль-Каэта на смену Аль-Каэте ну просто на новом уровне в условиях когда появились социальные сети мессенджеры и так далее нет мир безусловно изменился и с моей точки зрения изменился не в лучшую не в лучшую сторону свобода стала меньше в мире то есть парадоксально но получается 11 сентября в некотором смысле было пиар акции для исламского терроризма для радикализма исламского это как привлечение внимания к этому и демонстрация силы да нет я думаю что это дело не в этом это страшная история это страшная история это 30 с лишним тысяч погибших это новый совершенно способ ведения войны это использование самолетов в качестве ракет да нет это конечно не пиар реакция это к сожалению просто мир без границ и угрозы стали значительно раньше казалось что можно как-то вот своей маленькой крепости укрыться и защититься от войны которая происходит где-то далеко 11 сентября 2001 года стало понятно совершенно что тебе кажется что ты живешь в безопасном Нью-Йорке и то что происходит на Ближнем Востоке тебя не касается касается и в Москве касается и в Лондоне касается мир вот это такая то что Том Фридман назвал плоская планета это была Евгения Арбатс спасибо спасибо эхо твоего да Максим спасибо в свое время когда еще учился в аспирантуре как раз писал по исламу США у них просто после 11 сентября за 4 года количество обратившихся в ислам не тех кто переехал а именно обратившихся в ислам увеличилось в разы особенно среди заключенных и темнокожих заключенных просто в разы и они как бы тоже делали такие выводы что 11 сентября для них стало таким моментом привлечения внимания для лузеров которые себя не находили но очень хотели как-то общество отомстить и вот чтобы навредить этому обществу испугать общество они принимали ислам но это же было раньше это же это же хоспитик как же его Мальком Мальком Икс да 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 конечно но вот после 11 сентября это просто был какой-то эффект в течении 3-4 лет какой-то взрывной вот слушайте ну смс сегодня по золотому конечно это очень серьезная история просто по-настоящему серьезная история и самое главное что его конечно никто не окоротит это уже понятно это уже понятно что